Но тут этот гонзейский кретин Шольц, меня просто в очередной раз удивил, решил выделить 14 леопардов-2 и 88 леопардов-1, 14-88. Это нацистское гонзейское ничтожество, сказал, он не понимает, почему-то Путин все время какие-то, как он сказал, смехотворные исторические отсылки. Ну просто гонзейское нацистское ничтожество. Да ты что-то поймешь только, когда штык русского солдата тебя усадит на скамью подсудимых, и будет новый Нюрнберг. Ты не понимаешь, какую реакцию у нас вызывают танки с крестами? Ты, нацистская мразь, лично виновен в том, что твой народ отказался от своего преступного прошлого, себе все простил. Это твоя личная вина. И ты будешь отвечать. И не только на суде истории. Маргарита Семеновна. Да, 14-88, может не все знают, и слава богу, что не все знают, это нацистский символ зашифрованный. И вот эти вот 14 одних леопардов, 88 других, это нарочно не придумаешь. Надо было, мне даже не верится, что это могло так получиться случайно. Еще повеселило, конечно, на этой неделе блистательное противостояние очередной Америки с Китаем. В очередной раз большое уважение Китаю за то, что они делают красиво. И если вы откроете сегодня СНН, у них, конечно, международный СНН. Все про это. Еще немножко про австралийскую девушку, которую покусала акула. Еще немножко про каких-то северокорейских подростков. И вот про шарик, шарик, шарик. Надо было сбивать, не надо было. Надо было раньше, надо было позже. А еще где-то там третий. Кто-то там его засек. Венесуэла, то ли Гватемала. Засекли еще третий. Китайцы умудрились поставить на уши всю страну. И одна единственная статья, у них правда большая, про Украину. Про Украину, про Россию, про все, что с этим связано. Меня просто поразила эта статья. Мы так часто задаем в студии вопрос, а что они не понимают? Я все время говорю, они не понимают по той простой причине, что они ничего не знают. Совсем ничего не знают. Даже такие ясные, очевидные исторические параллели, абсолютно сформулированные простым и понятным языком, которые всегда приводит наш президент, для них слишком заумные. Понимаешь, для них даже 24 уже слишком заумные. Вот понимаешь, во всю эту Америку поверить невозможно, если ты там не жил, и если ты хотя бы не читаешь их прессу. Я все время вспоминаю Бисмарка, мою любимую фразу, когда он говорил, что есть такое особое проведение, которое управляет пьяницами, идиотами и Соединенными Штатами Америки. И англоязычная аудитория тех, кто читает СНН, слава богу, у них падает критически. Аудитория до каких-то как раз на этой неделе упала жутких цифр, за всю историю такого не было. Может их купить? А? Может их купить, сделать какой-то, наконец, нормальный там телевидение? Маргарите, ну заберите их. Сначала заберем Донбасс. Ну, Донбасс мы освободим. Заберем Донбасс домой, а потом разберемся и с этим. Совсем они не умеют, просто не умеют работать сильно. Понимаешь, что мы должны на это отвечать? Когда я слышу экспертов разных в студии, чаще не в этой, а в других, в любых форматах, которые говорят, надо договариваться, надо уговаривать, надо объяснять. Это мы во всем виноваты, мы же не объясняли. Слушайте, как вы этим объясните, как вы горшку с цветами или засохшей рождественской елкой объясните, что бы то ни было, когда это просто здравствует дерево. И отвечать, конечно, нужно именно так, как мы отвечаем, как нам отвечать приходится. Как этим всем нерусям, вырусям и просто дебилам, если мы говорим про СНН, ответить? Огнем, повторяется Львинский, только огнем. Продолжение следует...